Одними из первых, кто поздравил ветеранов, стали воспитанники детских садов. Встречи в рамках проекта «Летопись поколений» проходят шестой год подряд. Нынешний не стал исключением. Дети подготовили концертную программу и поздравления для ветеранов. Бейся сердце, стучи, несмотря на усталость. Слышишь, город клянется, что враг не пройдет. Ветераны получили юбилейную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне» из рук главы города Ирины Мирошник. Сегодня очень важный и знаменательный день. День полного прорыва блокады города Ленинграда. И именно сегодня мы начинаем в городе Петрозаводске вручать медали различным категориям людей, которые самым непосредственным образом связаны с Великой Отечественной войной. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни полутора миллионов человек, из которых 97% погибли от голода. Основным рационом в то время был хлеб. Каким он был, рассказывали волонтеры команды Карелии и юнормейцы во время акции «Блокадный хлеб». «Сегодня во всех уголках нашей огромной страны проходит эта всероссийская акция «Блокадный хлеб». В различных техникумах, в образовательных организациях, в торговых центрах, то есть на любых площадках разные регионы представляют эту площадку по-разному. Мы, например, решили изготовить хлеб по схожему рецепту блокадного хлеба, который был тогда, и именно по той самой громовке мы разделили. 125 грамм – это, конечно, то, что уже было в самые тяжелые годы». В рецепте хлеба, который был изготовлен для акции, помимо стандартных ингредиентов, есть еще опилки и солома, которые в блокадные годы приходилось в него добавлять. Сегодня они были выверены так, чтобы не нанести вред здоровью. Помимо хлеба волонтеры раздавали листовки с информацией о том, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. Марат Дажедаев, Алексей Неживенок, Алексей Миронов, Служба новостей.